Субтитры сделал DimaTorzok Об уровне и успешности израильской медицины знает весь мир. Это страна, в которой лучшие клиники и специалисты, в том числе и по онкологии. Только вот, как правило, лечение в Израиле – это хоть и эффективный, но и дорогостоящий процесс. Для семей, в которых болеет ребенок, зачастую бывает непосильной та сумма, которую нужна, чтобы его спасти. Потому что есть очень дорогие препараты. Есть уколный фаген, который дети после химии тяжело должны чуть не каждый день колоть, 500 шекелей стоят. Дети постарше – укол 5 тысяч шекелей. То есть это очень дорого. Яна Лемкин – волонтер благотворительного фонда «Шанс на жизнь». Организации, которая вот уже более пяти лет в Израиле, приходит на помощь семям, которые приехали на лечение. Она уже очень много знает. Она знает, мы находимся постоянно в больницах, в социальной работнике отделения. Знает, когда поступает новый ребенок, нам сразу же звонят, говорят, девочки, готовьтесь. Используя всевозможные методы, начиная от постов просьб по сбору средств в соцсетях, заканчивая личными инициативами, волонтеры фонда вместе с медиками борются за жизнь каждого ребенка. Порой получается собрать порядка 20-40 тысяч долларов. Кроме адресной помощи, также собирают рецепты препаратов и по мере возможности привозят лекарства. Бесплатно. Но главное – они всячески помогают в адаптации к временной жизни в новой стране. Мы приходим, мы знакомимся, рассказываем о себе. Первым делом, им нужно снять квартиру, помочь. Жилье в Израиле – это очень сложная тема. Мы не всегда, мы просто можем дать контакты. И когда они приезжают в квартиру пустую, они нам просто дают списки, что ему нужно. Начиная от постельного белья, заканчивая памперсами для ребенка. Мы помогаем им пережить это все на территории Израиля. Но финансовая и организационная помощь – это важная, но не главная цель существования фонда. В приоритете – украсить жизнь детей, оказавшихся в больничной палате. Продлить их детство и приложить максимально усилий, чтобы они переживали новые счастливые моменты их жизни. Жизнь, которая продолжается. Пускай в борьбе, но продолжается. Семья Еременко из Киева стала одной из тех, кто смог ощутить на себе заботу, тепло, любовь и поддержку волонтеров фонда «Шанс на жизнь». После того, как болезнь ворвалась в их семью, верить в лучшие было крайне сложно. Особенно было сложно поверить в то, что кто-то в чужой стране готов просто так, бесплатно, помогать спасать твоего ребенка. Я долго не могла поверить, что это помогает не местным деткам, не израильянам, а приезжим. Я помню, они зашли в гости познакомиться и сказали, что может быть нам какие-то продукты или вещи. И мне было очень неудобно, мне казалось, ну как это, ну что они, бесплатно должны нам продукты, вещи. Как и других детей, волонтеры обеспечивали Андрея книгами, игрушками, провели знакомство с Израилем, с посещением священных мест. А еще сделали незабываемый и очень вдохновляющий для болеющего раком Андрея сюрприз на день рождения. Я помню поездку в Иерусалим. Это был очень красивый город с красивыми видами. Мы ходили по множеству храмов, ходили по центру города и это было очень красиво. И рождение это вообще отдельная тема. Мы когда улетели в Израиль, я не видел папу и брата с сестрой, ну где-то около полугода. И они прилетели ко мне на день рождения. Ежегодно фонд предоставляет помощь десяткам детей. За все время существования помогли порядка 150 семьям. Волонтеры фонда это в основном репатрианты из стран СНГ, ежедневно проводят время в больницах. Каждый пытается помочь в меру своих сил. Мы постоянно хотим это донести, что не нужно быть богатым человеком, чтобы помогать. То есть достаточно быть богатым душой. Инна Царук, Андрей Кривопишин специально для Еврейских новостей.